Моя лекция посвящена курсу современной проблемы физики, вопросу о ренормализационной группе и теории критических явлений. Поскольку эти лекции делаются в соответствии с мобилевским премием, которые были получены либо в начале XXI века, либо ещё в XX веке, то вот это премия по мотивам мобилевской премии по физике 1982 года Кэмэту Винсаму. Тема лекции – это фазовые переходы к критическим явлению, которые мы обсудим и которые, собственно, были предметом изучения Винсона в своей работе. Примеры и экспериментальные результаты мы обсудим масштабные варианты из теории критических явлений, теорию среднего поля и фемиологическую теорию Лангдау, конечно, которая была основной, собственно, всех исследований по фазовым переходам до теории Винсона. Роль флуктуации и критерий применимости модели среднего поля и теории Лангдау, роль размерности пространства, которая очень важна. Ну и, соответственно, дальше этот метод неграммализационной группы фактовой теории поля, откуда, собственно, всё пошло. И потом это пошло в теорию фазовых переходов, эписном разложения Винсона и Фишера, и вычисление критических индексов, ну, а также обсудим применение метода неграммализационной группы. Ну, вот здесь фотография Кеннета Геннесса и Винсона, это американский физик, поскольку говорят, мобильность на премию по физике 1982 года, за теорию критических явлений в связи с фазовыми переходами. Ну, и здесь же, вот, собственно, первая страница его мобильской лекции, которая была опубликована в русском переводе в журнале «Успехи физических наук» в 83-м году. Ну, а также первая страница статьи его в Scientific American, это как раз, вот, по-видимому, журнал для американских школьных учителей. А я понимаю, как раз, где обсуждаются проблемы физики со многими масштабами длины, собственно, это и есть вот та самая проблема, которая возникает в теории фазовых переходов, когда все масштабы оказываются эквивалентно важными. Ну, вот, фазовые переходы и критические явления, и введения, собственно, каждодневный опыт нам показывает, что материя в терминологическом равновесии существует в различных фазах макроскопических. И классический пример, там можно много приводить примеров, ну, вот, лёд, это твёрдая фаза, жидкая вода, это жидкость и водяной пар, это различные фазы воды. И, собственно, вот, внизу написаны макроскопические, схематические фазовые диаграммы воды. Слева это от муля Кельвина, здесь у нас есть газовая фаза справа, слева, вблизи низких температур, твёрдая фаза, дальше жидкая фаза, и имеется критическая точка, где заканчивается кривая сосуществования жидкой и газовой фазы. Ну, здесь это, вот, более подробно, потому что здесь справа всё нарисовано от нуля Цельсия. И вот это, значит, значит, собственно, плохо, да, плохо, вот эта точка, критическая точка, которая, собственно, будет важна в контексте работы Вильсера и нашей лекции, потому что именно критическая точка, это вот та самая точка, где возникают те самые явления, которые описываются теорией Вильсера, критическая точка. Она важна потому, что в ней, собственно, различие между жидкостью и газом, значит, полностью, полностью исчезает. Фаза – это состояние материи, в котором все маркоскопические взятия и свойства вещества являются однородными на маркоскопических масштабах. А фазовый переход, соответственно, это резкое изменение свойств системы. При небольшом и плавном изменении термодинамических параметров, в частности, температуры, как правило, давления, и это точка, которая является особой в пространстве термодинамических переменных. То есть там потенциал термодинамический ведёт себя неаналитическим образом, что, собственно, и затрудняет рассмотрение вот этих точек фазовых переходов. Особенно, вот, точек фазовых переходов второго рода, о которых мы будем все дальше говорить. Изменение фаз в процессе фазового перехода может быть либо скачкообразным, переход лёд-газ, переход газ-жидкость, переход жидкость-лёд, эти переходы с нарушением симметрии, или непрерывным. Непрерывный переход от жидкости газу в обход критической точки, или переход вдоль кривой существования от двухфазной системы в однородную фазу. Вот, собственно, вот это имеется в виду. В критической точке можно перейти из газа в жидкость непрерывным образом. Либо идти по кривой существования и, дойдя до критической точки, там, собственно, мы из двухфазной системы переходим в однофазную систему. Ключевым понятием для фазовых переходов является параметр порядка. Это такая наблюдаемая переменная, чьё значение выделяет различные фазы вещества. Мы, собственно, она также характеризует, как упорядочиваются элементы нашего вещества ниже точки перехода, несимметрической фазы. Примеры фазовых переходов, они хорошо известны. Это парамагнетик, фермагнетинг, допустим, фронтальная намагничиваясь, там параметр порядка. Переход жидкости пар, это разность плотностей жидкой фазы и газообразной фазы. Свертикучая нормальная жидкость, сверхпроводник нормальный металл. Переходы, допустим, упорядочивания сплавов между различными кристаллическими модификациями вещества твёрдого тела, также переходы в жидких кристаллах. В общем, множество. И параметр порядка соответственно может быть скаляром, вектором, веществом или комплексным, он может быть темзором. И что очень важно, что параметр порядка часто ассоциируется с нарушением симметрии. Он определяет степень ассимметрии фазы с нарушенной симметрией, то есть упорядоченной низко-температурной фазе. У нас фаза высокотемпературная, это фаза симметричная, а переход происходит у нас соответственно в ассимметрическую фазу, то есть, как правило, переход происходит с нарушением симметрии. Управление может быть также и в импульсном пространстве, это пример переход к всё-таки кучем гелии. Ну вот здесь нарисована просто качественная картинка перехода к парамагнетик, к ферромагнетик. У нас слева имеется неупорядоченное состояние, это случай, собственно, высоких температур, это парамагнитное состояние. А при понижении температуры у нас, соответственно, спины упорядочиваются, или магнитные моменты, и возникает ферромагнитное предотвращение. И это происходит как раз в критической точке ТЦ, где у нас момент обращается в ноль, то есть характерная зависимость магнитного момента от температуры имеет вот типичный вид, соответственно. вот, это у нас ТЦ. Ну и вот это качественный вид поведения на магнитивности, как функция температуры в типичном случае непрерывного фазового перехода от лоосный ферромагнетик в парамагнетик. Вторая ключевая величина, это корреляционная длина. Это то расстояние, на котором флуктуации микроскопических степеней свободы, ну, локальных, спина в данном случае, там, или каких-то других элементов, существенно коррелируют между собой. Или обратно, флуктуации в тех областях, которые расположены от друга на расстояниях много больше, чем коллекционная длина, практически не являются связанными. Обычно при нормальных условиях коллекционная длина обычно имеет масштаб несколько их приготовленных расстояний. Это есть причина того, что уже маленькие кусочные вещества из небольшого, даже, может быть, там, не знаю, десятки или сотни атомов могут проявлять астопические свойства. Ну, если мы, конечно, прибегаем по местными эффектами, они важны для маленьких объёмов. Но значение коллекционной длины зависит от нескольких параметров, определяющих состояние системы, и около технической точки вот эта коллекционная длина обычно растёт до макроскопических размеров. Ну, собственно, причина фазового перехода состоит в том, что взаимодействие спина, в данном случае, опять же, для фазового перехода парамагметик-феромагметик, стремится выстроить их упорядочение, взаимодействие, чтобы понизить энергию системы, к чему противодействуют, естественно, эффекты беспорядка, то есть энтропии. В клинической точке эти эффекты уравновешивают друг друга, то есть при низких температурах работает взаимодействие, и система у нас упорядоченная, а при повышении температуры беспорядок, энтропия начинает работать, превалировать, и возникает клиническая точка, то есть неустойчивое равновесие, что и приводит к росту флуктуаций и коррекционной длины. Ну вот, здесь просто показано иллюстративно, что происходит в системе с изменением температуры. Если у нас это моделирование двумерной модели изинга, у нас белые точки, это спины, допустим, в одну сторону, черные точки спины в другую сторону, и видно, что при T больше Tц у нас более-менее имеется равномерное такое заполнение, плюсов и минусов вверх и вниз, и коррекционная длина является маленькой. То же самое происходит при температурах меньшей критической температуры, когда у нас спины выстроены практически в одну сторону, и лишь маленькие области спинов в сторону противоположную. Опять же, коррекционная длина является маленькой, а вблизи критической точки сильные флуктуации имеются, и эти области разнонаправленных спинов имеют большие размеры, и коррекционная длина у нас стремится к бесконечности. Собственно, это при понижении температуры это состояние предшествует полному предначению при Т меньше, чем ТС. Ну и вот, собственно, теперь мы рассмотрим классификацию фазовых переходов, а первую классификацию фазовых переходов дал Пауль Ленгфест ещё в 1933 году, как раз, кстати, в год своей смерти. Фазовые переходы были классифицированы им по номеру рода. Ну, это хорошо известная классификация, ещё, возможно, даже, не знаю, в школьной физике, она тоже присутствует, а может быть, в общей физике. И точно. То есть, по-моему, рода, который является порядком той производной от свободной энергии, которая является сингулярной. У фазовых переходов первого рода сингулярны термодинамические переменные, то есть имеются скачки энтропии или скачки объёма при переходе из твёрдого в жидкое состояние или из газообразного в жидкое состояние. Скачки объёма, ну, понятно, разные фазы, жидкое и твёрдое, имеют разный объём на одну частицу, плотная упаковка или редкая упаковка в газе, ну, то же самое, четвёрдое тело, жидкость, искачок энтропии тоже имеется, а это фазовый переход первого рода, а у перехода второго рода сингулярны термодинамические коэффициенты, ну, то есть энтропия является непрерывной, но имеет излом, а теплоёмкость, как производная атмосферпия по температуре, она имеет скачок. Ну, типичное поведение теплоёмкости при фазовом переходе второго рода. и в то же время магнитная восприимчивость, допустим, хи, в точке ТЦ она обращается в бесконечность, ну, с обоих сторон от точки фазового перехода. что-то плохо работает. Да, ну, можно сделать. Понятно. Сильно отражается, поэтому плохо видно. Ладно. Значит, ну, однако, вот, эта классификация, которая связана с разделением фазовых переходов на первый род и на второй род, она сейчас считается, ну, вот, Моголуки, собственно, которая занимается фазовыми переходами, она считается устаревшей, а современная классификация фазовых переходов связывается с именем Майкл Фишера, который внес очень большой вклад в физическую физику. Он является вот хауреатом премии Ларса Ангсайгера 95-го года за его многочисленный и плодотворный вклад в штат-механику, включая, ну, не ограничивая теории фазовых переходов и критических явлений, масштабных законов, критических экспонентов. Ну, это вот то, про что мы будем дальше с вами говорить. А также вот применение ренормализационной группы к многим из вышеперечисленных проблем. Фазовые переходы согласно Фишеру разделяются во две группы. Маскачкообразные, дисконтиниюс, фазовые переходы, ну, то есть фактически это и есть переходы первого рода, где термодиамические переменные испытывают скачки. И все остальные переходы, то есть, включая фазовые переходы первого рода, критическую точку жидкость пар, ну, а также другие более и изощренные переходы, которые в основном происходят в низкоразмерных системах, то есть все непрерывные фазовые переходы, которые включают в себя критические явления, аномальные явления в области непосредственно вблизи критической точки, где две или более фазы делаются практически неотличимыми друг от друга. Ну, вот, скачкообразные переходы, еще раз по поводу классификации, первые производные свободные энергии имеют разрывы, то есть имеется скрытая теплота перехода, а непрерывные переходы, вторая или высшая производная проявляет разрыв и нерасходимости первопроизводные непрерывы. У скачкообразных переходов имеется сосуществование разных фаз в точке перехода, обновляются эффекты памяти или гистерезиса, и длина корреляционная является конечная, в то время как у переходов непрерывных переменные термодинамические являются непрерывными, но меняется скачком симметрия. Вот это есть самое важное свойство непрерывных переходов, которое впервые на самом деле отметил и использовал в своей работе Клим Домидович Ландау. Так что наблюдаются эффекты критической апплисценции, это связано с тем, что в этой точке являются аномально большими флуктуации, и корреляционная длина соответственно является бесконечной. Примеры перехода скачкообразных это плавление объемного твердого тела, конденсация газов в жидкость, распад твердых или жидких растворов, а непрерывные переходы, которые мы сейчас и будем дальше изучать, это переход парамагнетик к термомагнетик, переход жидкость в газ критической точке и переход в сердечное состояние, например. Вот, собственно, к этим переходам и относится работа Вильсона, к этим критическим точкам. А с нарушением симметрии связанная скачкообразной или непрерывной? Так, еще раз, пожалуйста. С нарушениями симметрии связаны скачкообразные или непрерывные переходы? Непрерывные переходы. Переход является непрерывным, а изменение симметрии является скачкообразным. Вот, например, переход парамагнетик. У вас в высшерь точке перехода имеется полная симметрия, потому что парамагнитное состояние и в мулемомагнитный момент в отсутствии магнитного поля. А дальше нижителей о настроении перехода появляется спартамином магнитив Conven Прямо скачком в точке перехода. Это является общим свойством потери симметрии практически всех фазовых переходов второго рода. И проливных фазовых переходов. Я ответил вам? Да, да, да. Хорошо. Тогда продолжим. И вот эксперимент и модельные теории показывают, что релевантные относящиеся к делам термодерамические величины проявляют степенные зависимости от параметров, определяющих близость к критической точке. Это параметр Тау прежде всего, то есть относительная температура Т-минус ТС, ТС это критическая точка, Т-минус ТС отнесённая к ТС. Это безразмерная переменная. А в случае магнитных фазовых переходов, допустим, это ещё магнитное поле H. Как правило, будем с вами рассматривать для примера магнитный фазовый переход, хотя на самом деле все результаты, которые Кобильсон получил и которые мы будем обсуждать, они относятся и к другим фазовым переходам тоже. Буквы Д, маленькая, будем везде обозначать пространственную размерность, размерность пространства. Так вот, степень сингулярности или расходимости физических величин около ТС характеризуется физическими индексами, которые определяются следующим образом. Вот эти обозначения, они являются стандартными и они были введены в теорию фазовых переходов как раз Майклэм Фишером. То есть это стандартное обозначение до критических индексов. Индекс альфа – это индекс теплоёмкости. Теплоём СС от ТАУ ведёт себя как модуль ТАУ в степени минус альфа при H, равном нулю, то есть в отсутствии магнитного поля. Бета – это индекс спартанной намагниченности, то есть магнитный момент, как функция ТАУ ниже точки перехода естества, поэтому минус ТАУ в степени бета при ТАУ меньше нуля и в нулевом магнитном поле. То есть мы в нулевом поле понижаем температуру, возникает спартанный магнитный момент. Магнитная восприимчивость, опять же, в нулевом магнитном поле имеет индекс гамма, то есть Хи от ТАУ ведёт себя как модуль ТАУ в степени минус гамма. Ну, критическая изотерма – это при ТАУ, равном нулю, то есть когда мы находимся в критической точке, мы меняем магнитное поле, тогда у нас, естественно, возникает намагниченность как функция магнитного поля, и она ведёт себя тоже сингулярным образом, как модуль H в степени единица на дельта. И два индекса, есть ν и это, которые связаны с корреляционной функцией и корреляционной длиной. Собственно, ν – это индекс корреляционной длины, то есть корреляционная длина ДИТА как функция ТАУ ведёт себя как модуль ТАУ в степени минус ν в нулемом магнитном поле при H равном нулю модуль ТАУ минус ν. И это, это их корреляционные функции, то есть корреляционная функция внизу, вот написано её определение, G от R минус R штрих, это и среднее значение произведения M в точке R, M в точке R штрих, усреднённое минус произведения средних в точке R и в точке R штрих. Она ведёт себя, как правило, ну, на больших расстояниях гораздо больших, чем длина корреляционная, она спадает экспоненциально, как Е в степени минус модуль R минус R штрих, делённая на корреляционную длину, а вот на меньших расстояниях, когда у нас зашли экспоненты порядка единицы или меньше, она спадает степенным образом, как единица на модуль R минус R штрих в степени D минус 2, D – это размерность пространства, плюс это, ну, при D больше, чем 2. Это имеет смысл, то есть D равное 3, то есть обычное трёхмерное пространство у нас, значит, тоже здесь подходит. Это, значит, напряжение при D больше, чем 2. Ну, и вот здесь приведены типичные экспериментальные зависимости для этих величин, вот для теплоёмкости, которая ведёт себя пропорционально T минус Tc в степени минус альфа для магнитного момента, ну, это для магнитных фазовых переходов, для магнитного момента, как Tc минус T в степени бета, ну, это, естественно, ниже точки перехода возникает магнитный момент, и для магнитного восприимчивания стихи, как T минус Tc в степени минус гамма. Эти индексы альфа, бета, гамма, дельта, ню и это, вот они, собственно, и в значение в результате либо экспериментов, либо каких-то численных вычислений, там, с помощью разных численных схем, вот тут приведены типичные значения, и они, собственно, группируются в отдельные, в отдельные, значит, столбики, соответствующие размерности пространства и число компонентов параметра порядка, вот N маленькое, это число компонентов параметра порядка, D равно 3, это трёхмерный, и N равняется 1, это трёхмерный одноосный, допустим, феромагнетик, к примеру, и здесь у нас альфа равняется 0,11, бета там 0,33, гамма 1,23, дельта, ню, это, соответственно, если у нас N равняется 2, то есть у нас так называемая X, Y модель, то есть, значит, трёхмерный случай, но у нас феромагнетик типа лёгкая плоскость, то есть вот первый случай N равняется 1, это лёгкая ось, когда у нас одноосный, у нас момент направлен по одной оси, по оси Z, и одна компонента, а здесь две компоненты, то есть момент в плоскости имеется у предназначения, N равняется 2, тогда у нас другие значения ибдерсов, он может быть близ, и они всё равно другие, вот гамма по крайней мере сильно отличается, вот, а D равна 3, и N равняется 3, это обычный Гизенбергс, Гизенбергс и феромагнетик, где у нас имеется просто, значит, трёхмерный спин, трёхмерный магнитный момент, который может быть направлен равновероятно во всех направлениях, в любом направлении, здесь, значит, тоже другие у нас индексы возникают, это у нас эксперимент, и то есть у нас индексы зависят от размерности пространства, на самом деле, и от числа компонентов, параметра порядка, и дальше приведены, нам это понадобится, в дальнейшем мы обсудим, вот, последний столбик, это численные результаты для двумерной модели Изинга, есть точное решение для двумерной модели Изинга, полученное в 1944 году Лео Санксагером, и вот это есть результаты точного расчета, точного решаемой модели, они сильно отличаются от поведенных вот в левых столбиках. Индексы среднего поля, то есть индексы теории среднего поля, в частности теории Лангдау, о которой мы будем впоследствии подробно говорить, они тоже отличаются от того, что наблюдается на эксперименте. Ну и наиболее близкие к эксперименту значения получаются в модели скейлинга, но это приблизимые значения, когда мы примерно полагаем индексы альфа и это равными нулю, они являются малыми индексами, вот имеются малые индексы альфа и это, но альфа тоже индекс достаточно мал. Имеются как бы большие индексы бета, гамма, дельта, ню из этих шести. И если мы полагаем примерно равными мулю эти индексы, мы можем получить из скейлинговых соотношений, которые мы будем дальше обсуждать, значение индексов, зависящих от размерности пространства. И если мы положим д равное 3 здесь, допустим, то мы получим вот 4 третьих для гамма, это довольно близкое значение к 1,33, для бета будет у нас наоборот значит 1 треть, то есть моль 33, то есть тоже похожее значение. А для ню это будет 2 трети моль 66, тоже в общем неплохо. Но все равно это еще не очень хорошо, тем не менее значит хорошо было бы, чтобы точность была выше. Поэтому вот значит критические индексы это на самом деле просто числа. Это числа, которые описывают степенное поведение различных физических величин. И как мы видим, они зависят только от класса универсальности системы. То есть микроскопические совершенно разные системы, то есть допустим жидкий кристалл и какой-нибудь там сплав близи ТС будут иметь такие же значения если индексов, если они относятся к этому классу универсальности. А класс универсальности определяется пространственной размерностью системы D и симметрией параметров порядка, то есть числом его компонент n маленькое и D маленькое. Вот эти две величины, которые как было замечено еще на эксперименте, определяют класс универсальности для критических индексов, а также характером взаимодействия, там, длиннодействия или краткодействия. Ну вот, например, здесь приведена клевая существования жидкой и газообразной фазы для различных жидкостей, тут неон, аргон, клептон, ксинон, Н2, О2, 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 и этот эксперимент вот показывает, что все данные по этим всем гуссовершенно так бы разным жидкостям дает одно и то же, то есть фид для параметра бета, бета, это параметр, индекс параметра порядка, разность роликвид минус рокритическая т-минус т-с в степени бета и рокритическая минус рогаза c-с в степени бета равняется примерно одна треть вот все точки ложатся на эту одну кривую так что задачей теории в этом смысле которая была поставлена перед теоретиками в результате полученных экспериментальных данных это было объяснить нетривиальные степенные зависимости то есть почему вот такие постепенные зависимости с такими критическими индексами предсказать актуальные значения критических индексов естественного и дать микроскопическое объяснение явлению универсальности что разные системы с одинаковыми значениями для размерности пространства и n числа компонентов параметра порядка имеют одинаковые критические индексы главные же факторы которые усложняют критическое описание вот этих переходов это во-первых неаналитичность термодинамических потенциалов отсутствие малых параметров то есть неприменимость методов теории возмущений совершенно и последнее это равная важность всех пространственных масштабов критической точки все масштабы в силу бесконечной коллекционной длины они все становятся одинаково равноправными решение этих задач и привело собственно к необходимости развития метода регламентационной группы но перед этим было сделано производительная работа которая собственно позволила эти методы применить к теории критических явлений во-первых значит примерно в 1966 году ну или в 60-х годах вот было высказано предположение о том что в области фазового перехода системы являются масштабно и вариантами ну это для этого основания думать дают растепенные законы описывающие проведение нашей системы вблизи точки перехода не хочется масштабной инвариантности и состоит в том что вблизи точки перехода ТЦ в системе имеется только одна длина описывающая флуктуации эта длина есть храниционный радиус систему в целом вблизи перехода можно представить как совокупность макроскопических областей ячеек хринейного размера дзитов взаимодействующих друг с другом а когда у нас дзита является бесконечкостью то удлины вообще нет и фактически мы можем брать у нас на разных масштабах получается фактически одна и та же система вот гипотеза масштабной инвариантности была предложена и развита в работах двух советских теоретиков Александра Захаровича Паташинского который кстати окончил физтех ФОП в свое время вот и Валерия Фленидовича Покровского Валерий Фленидович в частности является тоже лауреатом премии Ларса Ангсагера за флантиментальный и региальный вклад в социстическую физику включая развитие теории масштабных преобразований скейлинг-фьюри закраниционных функций околокритической точки ну и дальше там теории для переходов в соизмеримость несоизмеримость ну это немножко другая песня а также Лео Каданов это американский физик он тоже является лауреатом премии Ларса Ангсагера вот это одна из наиболее престижных премий вот постстатистической физики на самом деле за его там многочисленный и важный вклад в социфизику включая введение понятия универсальности и масштабной эмбариантности спиновых блоков что есть центральное место для современного понимания критических явлений ну вот собственно масштабное преобразование ну или гипотеза масштабного масштабной эмбариантности она состоит в том что если мы делаем преобразование масштаба то есть меняем масштаб длин переменной х умножая его на какой-то множитель то есть приводим новые переменные х-трих равняется лямбда умноженной на х тогда вот собственно эта гипотеза и состоит в том что у нас все величины относящиеся к системе являющиеся функциями х-а тоже домножаются на лямбда где от рейс степени минус дельта а на старое значение а от х показатель степени дельта а называется масштабной или скейлинговой размерностью величины а кстати эта размерность не обязательно совпадает с физической размерностью данной величины у нас размерность величины самой х дельта х равняется минус 1 ну это видно из ее определения и размерность кольцовой длины тоже минус 1 из того что дзита в принципе октава в степени минус ню следует что размерность величины тау есть единица на ню а размерность магнитного момента это есть бета делить на ню ну и кроме того сумма дельта м плюс дельта а равняется для размерности пространства это следствие эгурен плюс библиоттениана поэтому мы находим размерность магнитного поля дельта hd минус бета деленное на ню то есть на самом деле вот мы можем имея гипотезу масштабной их вероятности получать соотношения различные между различными критическими индексами при этом свободная энергия и традиционная функция будет записана в универсальном виде через некоторые комбинации аш и тау вот например свободная энергия ну единица объема допустим она и сумма регулярной и сингулярной частей сингулярной части это именно то что важно для точнефазового перехода она ведет себя как тау в степени д делить на дельта тау и на функцию фи от комбинации аш умноженной на тау в степени минус дельта а делить на дельта тау корреляционная функция g на корреляционной длине дзита имеет масштаб дзита в степени 2 минус д минус это или можно поставить октау в степени ню делить на д умножить на д минус 2 плюс это а с другой стороны это и есть среднее значение квадрата магнитного момента то есть тау в степени 2бета отсюда можно найти соотношение между индексами вот в частности 2бета равняется ню умножить на д минус 2 плюс это то есть из требования масштабной вариантности можно получить ряд соотношений между индексами эти соотношения имеют даже свои имена то есть есть соотношение Вальдама гамма равняется бета умножить по дельтам минус 1 соотношение Расбурга альфа плюс 2бета плюс гамма равняется 2 соотношение Джозефсона кстати кто же говорит на мобилевской премии но правда за эффект Джозефсона ню умножить на д равняется 2 минус альфа и соотношение Фишера гамма равняется ню на 2 минус это мы видим у нас имеется 6 индексов 6 индексов помните мы имели 6 индексов и между ними уже так сказать имея гипотезу масштабной вариантности можно получить 4 соотношения то есть у нас остается всего лишь два независимых индекса два независимых индекса поэтому вот я и говорил поэтому если мы теперь вот положим в этих соотношениях 4 альфа и это равное нулю например то есть их зафиксируем малый индекс и положим равным нулю то после этого мы можем все остальные индексы найти и они выражаются точкой через размер размерность пространства вот то что здесь и написано вот эти соотношения они здесь собственно и выписаны которые получаются с учетом вот этих соотношений между вот этими критическими индексами но тем не менее это еще довольно грубое приближение когда у нас малый индекс равняет цемлю и хотелось бы иметь более так сказать более полную теорию которая позволила бы их тоже нам рассчитать ну вот собственно люди и занимались на самом деле уже с начала прошлого века разработкой значит теории фазового перехода и самое грубое приближение в этом смысле это полное приближение флуктуациями если мы полностью флуктуациями прелебрежем то мы можем значит как бы предположить что у нас ну данный спин находится в среднем поле всех остальных спин это вот аналог теории среднего поля как раз для теории ферромагнетизма это разработано Питером Вейсом в теории ферромагнетизма это была первая теория среднего поля значит теория среднего поля у нас относится приближение молекулярного поля вееса в теории ферромагнетизма дальше модель Ван дер Вальса критическая точка жидкость пар за которую кстати Ван дер Вальс получил в 1910 году тоже Нобелевскую премию за модель Ван дер Вальса модель Бакаша перехода нормальный металл серпроводник опять же Нобелевская премия Баргера Купера и Шрифера а модель Бакаша это фактически тоже модель среднего поля все это модели среднего поля и наконец как венец так сказать вот этого направления это феноменологическая теория Лангдау фазовых переходов второго рода то есть Лангдау можно сказать превратил вот эту науку типа зоологии где было много разных теорий для разных фазовых переходов в единую теорию которая описывает все это единым образом ну а метод реворнгруппы в теории птичьих явлений который развил Винсен можно будет нам рассматривать потом как улучшение теории Лангдау поэтому нам надо с вами обсудить теорию Лангдау но и еще значит мы обсудим здесь сначала роль размерности пространства д чем меньше размерность пространства д тем сильнее флуктуации и тем хуже работает теория самосогласованного поля это просто очевидно уже прямо из общих соображений вот важный пример это модель изинга модель изинга была на самом деле вот таким лакмусовой бумажкой для теории фазовых переходов потому что в одномерном случае и в двумерном случае она имеет точное решение а в трехмерном случае точного решения нет ну вот она была предложена в работе Эргста Изинга который был дипломником у Вильгельма Лэнгса в свое время вот точное решение показывает для случая D равняется 1 что фазовый переход отсутствует C равняется мулю это точное решение это связано с тем что там мало ближайших соседей и поэтому как бы та флуктуация существенная и мало спинов дает вклад в среднее поле мало ближайших соседей просто-напросто в одномерном случае в одномерном случае ближайших соседей больше потому что в одномерном случае два ближайших соседа на одной прямой а в двумерном случае их четыре есть у нас квадратная решетка при D равное 2 есть фазовый переход маклитические индексы сильно отличаются от того что дает метод среднего поля это мы с вами видели вот индексы двумерной модели изинга были в той табличке которую я вам показывал а точка на решение была найдена Ларсом Анксакером в честь которого собственно и названа премия по статистической физике D равняется 3 фазовый переход есть и несмотря на отличие теории среднего поля схватывает самые важные черты и дает качественное понимание главных механизмов критических явлений практически корректно работает даже для перехода в сверхпродящие состояние это мы посмотрим для D равное 3 там есть вариант полного совпадения с теорией среднего поля и неполного и D равняется 4 это верхняя критическая размерность выше которой теория согласованного поля становится полностью корректной вот D равняется 4 это очень важный так сказать момент ну вот значит теория Лангдау как она формулируется это общее ну это наверное тоже известное у нас еще стихи в курсе стат.физики она изучается мы пишем салонную энергию как функционал допустим от плотности магнитного момента нашей системы вот D это размерность пространства это для произвольного D и предполагается что она аналитическим образом зависит от магнитного момента ну в четной степени потому что у нас имеется симметрия по отношению M на минус M мы предполагаем поэтому у нас имеется M в квадрат M в четвертой предмет M в квадрате учитывающий неоднородности и магнитное поле минус H на M зависимость коэффициентов от температуры тоже предполагается аналитической и для коэффициента А предполагается линейная зависимость T минус T C это нам гарантирует что при T больше T C то есть при A больше нуля у нас парабола имеет один минимум при M равной нулю это соответствует у нас высокой температурной фазе когда система находится при высокой температуре и нет спонтанного момента а когда у нас T меньше T C и A меньше нуля то естественно наша парабола минимум нашей свободной энергии будет иметь два значения при немулевых значениях мы симметрично по отношению к плюс и минусу седьма значения и мы собственно при переходе через точку перехода будем приходить от неупорядоченной фазы к упорядоченной фазе ну собственно легко найти из условий равновесия спонтанную намокниченность и получить критические индексы бета и дельта бета равняется 1 2 для модели ландау дельта равняется 3 вот то что у нас было написано тоже в табличке имеется скачок теплоемкости то есть теплоемкость испытывает скачок в этой теории что соответствует тому что показатель альфа для теплоемкости у нас равен нулю магнитная восприимчивость у нас здесь имеет особенность единица на t минус tc то есть гамма равняется единице коллекционная функция при h равном нулю имеет стандартный вид tc e минус r делить на дит делить на c r в тепени d минус 2 у нас ню равняется нулю а коллекционная длина дита имеет корневую зависимость от t минус tc в знаменателе то есть индекс коллекционного радиуса ню равняется 1 2 вот собственно это у нас результаты теории среднего поля которые получаются и в других теориях среднего поля и в теории малярного поля Вейса и в теории критической точки Мандерваальса и в модели БКСА получаются точно такие же критические индексы для соответствующих величин а теория Лангдау просто она объединяет все эти модели и дает общую филологическую теорию фазовых переходов независимо от того какая у нас модель но при этом значит мы пренебрегаем здесь флуктуациями и поэтому хорошо бы нам оценить значит когда у нас флуктуации малы а когда они велики нам надо потребовать для применимости теории Лангдау чтобы среднего фазоватического флуктуации на длине конкоррениционной длине была бы существенно меньше чем характерное значение квадрата момента равновесии в теории Лангдау ну вот критерий здесь написан он собственно имеет вот такой вид ши-тау модуль тау в степени 4 минус d гораздо больше вот значит такой комбинации из коэффициентов теории b tc c и a вот условия применимости для трехмерного пространства когда d равняется c3 выглядит так ши-тау должно быть гораздо больше чем tcb квадрат делить на c куб это называется числом Гимсбурга ну наверное вы слышали проявления Лазовича Гимсбурга ученика Лангдау и тоже кундуриата Нобелевской премии по физике вот за модель Гимсбурга Лангдау если число Гимсбурга большое а это собственно число составлено из параметров теории и оно может быть в принципе любым то учитывая то что у нас параметр тау то сам тоже должен быть маленьким мы же находимся вблизи точки фазового перехода тау есть t-minus tc делить btc гораздо меньше единицы у нас получается несовместимость и области применимости для теории Лангдау вообще нет то есть флуктуации полностью разрушают то поведение которое нам дает теория Лангдау а если число Гимсбурга гораздо меньше единицы то при тау меньше порядка чем число Гимсбурга имеется функционную область то есть там теория Лангдау не работает а в достаточно широкой области число Гимсбурга гораздо меньше чем тау а тау гораздо меньше единицы вот здесь область теории Лангдау имеет место ну вот оказывается что для перехода металлсверхпроводник число Гимсбурга аномально мало это 10-12 и это собственно объясняет то что для этого перехода теория Лангдау работает ну очень хорошо то есть универсупционная область аномально мало и даже невозможно заметить практически в эксперименте там искачок теплоемкости и вот все эти зависимости они четко проявляются а для магнитных фазовых переходов как правило число Гимсбурга порядка единицы и там соответственно возникает такая ситуация что у нас имеется ну область преимуществ теория Лангдау у нас как правило является малой или ее вообще нет ну вот в теории Лангдау флуктурации сравниваются с равновесным значением на масштабах R0 гораздо меньше чем коллекционная длина вот мы если мы равновесное значение сравним с коллекционной функцией мы получим R0 которая зависит от Тау вот таким образом в степени 1,3 на Т-2 то есть коллекционная длина в трехмерном случае ведет себя как единица на корень из Тау а это самое R0 как единица на Тау при D равное 3 и они ведут себя вот таким образом то есть коллекционная длина у нас больше при больших Тау и меньше при малых Тау и она является определяющей при малых Тау при малых Тау является определяющей это функционная область а справа область имеется теория Лангдау и вот собственно эта функционная область это то где нарушаются законы теории Лангдау и если у нас число порядка единицы то у нас имеется только функционная область а в области теории Лангдау вообще нет А особым случаем является случай d равняется 4 Вот, кстати, здесь у нас в этой формуле стоит разность 4-d Когда d равняется 4, у нас получается нулевая степень И это, казалось бы, констант Но на самом деле надо иметь в виду, что нулевая степень, это не обязательно константа Это может быть и логарифм И вот если делать точную науку для 4-мерного случая То можно получить, что это есть особый случай И, кстати, приведусь к теории Локдау Здесь имеет вид btc делить процент А так логарифм единицы на модультау гораздо меньше единиц Это связано с тем, что функционная поправка к теплоемкости Ну и здесь у нас марисованы При d равное 3, это единица на корень из тау А при d равное 4, это логарифм Единица на тау Так вот, в чрезмерном случае у нас имеются логарифмические поправки К логарифмическому поведению различных самых близких Не степенное, а логарифмическое Вот, например, у нас здесь теплоемкость Эти результаты были получены в работе Ларкина и Хмельницкого в 1969 году Буквально перед тем, как Винцев сделал свои работы Дело в том, что они, рассмотрев вот этот четырехмерный случай К сожалению, не поняли, что вот эти логарифмические поправки при d равное 4 При отклонении от размерности d равное 4 вниз чуть-чуть Они переходят в степенные И если бы они это поняли, гобельская премия была бы у них Но, к сожалению, они остановились вот на четырехмерном случае А, соответственно, переход от четырехмерного пространства вниз к трехмерному Совершил Вильсом и Фишер Но, тем не менее, вот Анатолий Иванович Ларкин Он является тоже лауреатом премии Ларса Ангсагера За уявление роли флуктуаций и беспорядок И беспорядок отключительных явлений Включая физическое поведение одноосного терроэлектрика А эта модель у них и называется статиофазовый переход в одноосном терроэлектрике И вот эта модель, она фактически эквивалентна как бы чрехмерному случаю Ну, эффективно эквивалентна чрехмерному случаю И вот в обе лекции Минсона написано, что Лар и Рахмельницкий Применили полевую ренормализационную группу Гелмана и Лоу Критическим явлением в четырех измерениях И к специальному случаю одноосного Он написан на ферроэлектрике, а на самом деле ферроэлектрика В трех измерениях в обоих случаях Выведя логарифмические поправки к теории Ландау Это вот было отмечено Вильсоном И если бы они поняли, что эти поправки логарифмические Легко переходят в степенные поправки при отклонении от чрехмерного пространства Я повторяю это, они могли бы быть лауреатами, а не Вильсоном Но, к сожалению, этого не случилось Вот, теперь мы давайте обсудим Ренорман-группу в кванктовой теории поля Собственно, откуда все и пошло Откуда все и пошло Ренорман-группа впервые была Ну, введена в кванктовые теории поля В основе метода ренормализационной группы Лежит идея переопределения параметров Которые определяют какую-либо проблему Термина другого набора параметров Возможно, более простого Без изменения тех физических аспектов проблемы Которые представляют интерес Вот такое определение дал Карди В своей книжке Довольно важная книжка «Escaling and Renormalization in Statistical Physics» Собственно, это говорит о том, что Если мы с вами рассматриваем систему на разных масштабах На разных масштабах То мы получаем фактически и копию нашей системы Но с другим набором параметров Вот фактически лечит об этом Потому что идея ренорм-группы Она фактически связана очень сильно С идеей о масштабной реномариантности Ну, пример очень важный Использование теории возмущений в квантовой электродинамике Приводит к бесконечным величинам Однако все бесконечности могут быть устранены Переопределением Или ренормировкой Входящей в теорию параметров Которые должны быть зафиксированы экспериментально Если число их параметров конечно То это и теории являются перенормированными Ну, то есть мы на самом деле Эти бесконечности Загоняем Детные соотношения И выражаем все через экспериментально Наблюдаемые параметры И так можно сделать Вот такая процедура была предложена Фейнманом, Дайсоном и Томангаго И они получили свою мобильскую премию В 65-м году Вот за развитие квантовой электродинамики Квантовой электродинамики Это их параметров три Это расходимость собственной энергии электрома То есть перенормировка массы электрона М Дальше перенормировка величины самого Электромагнитного поля И расходимость в поправке к вершинной части То есть перенормировка самого заряда электрона Е Процедура ренормировки Неоднозначна И она зависит от параметра обрезания Лямбды на больших импульсах То есть у нас имеется расходимость Теории на больших импульсах так называемые ультрафиолетовые расходимости, и нам, чтобы не получить бесконечность, надо обрезать интегрирование по этим импульсам на какой-то величине лямбда. Тогда у нас эта лямбда будет входить в 8, но нам надо её, собственно, как-то потом загнать нашу теорию так, чтобы она в конечных ответах для наблюдаемых величин не участвовала. Различные переномировки с разными лямбда образуют группу реномировок, или ренормализационную группу, то есть мы можем обрезать сначала какую-то часть, потом можем обрезать ещё на меньших импульсах. И эти два обрезания являются двумя элементами этой самой группы. Ренорм-группы. Впервые осознание того факта, что эти преобразования являются группой, было сделано в 1953 году в работе швейцарских физиков, ну, или даже математиков, что Эльберга и Петермана. Эта работа не была замечена в своё время, ну, правда, недолгое время, потому что она была, ну, чисто математической, вот, и она была ещё по тому же на французском языке, вот. А работа, с которой начался бум, так сказать, работ по ренорм-группе, фактовой теории поля, Эльберга, это работа, он и годом спустя, в физеревью, Гелманом и Лоу, квантовая динамика на малых расстояниях, где, собственно, было введено ключевое понятие бегущей константной связи, и было выведено основное дифференциальное уравнение ренорм-группы, уравнение Гелмана-Лоу. Ну, идея здесь состоит в том, что мы в теорию 8, это затравочный и голый заряд, а Е у нас наблюдаемый физический заряд. Собственно, мы должны сделать с вами обрезание теории на их импульсах, то есть ввести обрезание в теорию Лямбада. Но в конечном итоге у нас все ответы должны выражаться через наблюдаемый заряд. И поэтому вот этот затравочный заряд, он входит в комбинацию с этим параметром обрезания, и получается, что этот затравочный заряд зависит от параметра обрезания по импульсам Лямбды. То есть возникает понятие Е как функция Лямбда или бегущая констанция связи. Ну, физически это связано с тем, ведь у нас импульсы соответствуют расстояниям, да? Вот, допустим, у нас имеется заряд, затравочный заряд в центре какой-то, но он находится в окружении виртуального облака из электрон-позитронных пар. Поэтому, если мы смотрим с вами мнение этого заряда на больших расстояниях, то мы чувствуем некую экранировку этого заряда со стороны электрон-позитронных пар. То есть при удалении заряд уменьшается, а при приближении, наоборот, уменьшивается при уменьшении расстояния. То есть чем ближе, тем больше. А чем ближе, тем соответственно у нас больше импульсы. И вот зависимость параметра альфа, это е квадрат на hc, это параметр тонкой структуры, которая равна 1,137 на больших расстояниях или на малых импульсах. Вот она является фактически функцией импульса q, и она увеличивается с ростом импульса и равняется на сотне геф уже не 1,137, а 1,128. 1,128. А уравнение Гелман-Лоу, уравнение реморгруппы для изменения бегущей констанкции связи, производная по логарифму от констанкции связи в квадрате, лябль квадрат, это есть некоторая функция бета, называемая бета-функцией в кванктовой теории поля, которая есть функция только от альфа, но не от лямбда. Бета от альфа, ну вот для малых альфа, это альфа лямбда в квадрате, делённое на 3пи, и мы получаем зависимость альфа-Ль от альфа и от лямбда, или вот потенциал фи, который является кулоновским на малых расстояниях, мы, собственно, на больших расстояниях наоборот, ну, допустим, на r, примерно равном r-моль, а с уменьшением r, он увеличивается за счёт того, что у нас этот логарифм тоже возрастает, то есть эффективный заряд становится у нас больше. Вот, собственно, в этом состоит идея ренормализационной группы в кванктовой теории поля. Ну, собственно, вот здесь ещё я представил работу Николая Боголюбова и Дмитрия Васильевича Ширкова по ренормализационной группе, которая, собственно, тоже имеет очень большое цитирование, и где они фактически математически точно объяснили смысл ремонт группы введённой ранее на физическом уровне, деланном и Лоу, и у них имеется книга «Введение в теории кванктовых полей», где вот ремонт группы в кванктовой теории поля написана, ну, наверное, самым лучшим образом. Ну, а справа я просто представил, если кто захочет послушать, это воспоминания Гелмана, значит, веб-сторис, это по поводу работы Багалёва и Ширкова, одна история, и по поводу его ученика Кена Вильсона, который действительно был студентом Гелмана, когда Кен Вильсом учился в Калифронийском технологическом институте. Ну, вот, собственно, в 71-м году, как раз через два года после работы Ларкера и Хмельницкого появились работы Вильсона, за которые он, собственно, и получил Нобелевскую премию. Это работа Физрэв Д, Физрэв Д, ремормогруппа и сильные взаимодействия, это его исследование по фактовой теории Поля, а дальше Физрэв Д, это как раз часть первая, часть вторая, ремормализационная группа и критические явления. Вот, он предложил фактически новую формулировку идеи ремормализационной группы, приспособленную для исследований в области статфизики и в частности критических явлений. Ну, он, собственно, реморгруппа имеет два шага. Что мы делаем? Вот, допустим, у нас имеется исходная система. исходная система. Вот, у нас координатное пространство, впервые раскрутленное Кадановым, а это импульсное пространство, которое рассматривал Вильсом. Имеется система в координатном пространстве и мы делаем операцию сглаживания. Мы объединяем четыре спина в один, получаем систему с меньшим числом степеней свободы. Ну, или здесь мы, собственно, интегрируем по области импульсов и удаляем вот эту красную область как бы из рассмотрения. Получаем меньшую область по импульсам. После этого мы делаем перемасштабирование. То есть мы увеличиваем масштаб в два раза и переходим фактически к старой системе. То есть мы делаем перемасштабирование пространственного масштаба или перемасштабирование делаем для импульсов. Вот эти формально эти операции написаны справа. r от лямбда равняется d от лямбда на s от лямбда сглаживание s от лямбда то есть мы интегрируем по импульсам от q равняется лямбда q моль до q моль а потом делаем перемасштабирование d от лямбда то есть заменяем q штрих на лямбда минус первой на q и переходим к новому габилетониану. r от лямбда действующие на h получается h штрих h штрих дальше мы значит ну вот справа написано нарисованы саги ремонт группы так сказать качественно то есть мы мы сначала мы делаем сглаживание сглаживание первый этап и перемасштабирование перемасштабирование по координатам и перемасштабирование по амплитуде значит самого поля и рассмотрим последовательность преобразований лимором группы r h к чему куда она сходится вот самое главное значение имеет фиксированная или неподвижная точка преобразования лимором группы если у нас r на h со звездочкой равняется h со звездочкой почему она важна рассмотрим колониционную длину у нас колониционная длина при изменении лимором группы падает в лямбда раз единица на лямбда на d на фиксированной точке у нас d равняется d r и это равняется единица на лямбда d от h со звездочкой отсюда следует что лямбда d должна равняться для произвольного лямбда, чтобы это было выполнено либо нулю, либо бесконечности. И вот фиксированная точка преобразования реворм-группы с диторанная бесконечность описывает аэропритическую точку системы. Мы фактически что получаем? Что у нас преобразование реворм-группы в этой фиксированной точке приводит к тому же самому гамминтониаму. То есть мы получаем, что у нас все масштабы имеют совершенно одинаковое значение. Мы, меняя масштаб, приходим к той же самой системе. Если мы сделаем это преобразование для малого дзита или для лямбда близ 1 к 1 и перейдём к дифференциальной форме, мы получим фактически уравнение геомонолога. То есть производная дх под дзита или минус дх под лямбда равняется некоторой функции от h. И фиксированная точка в этом смысле – это точка, где значение нашей функции равняется мулю. Поэтому это открывает путь нахождения фиксированных точек. А дальше, собственно, наш гамминтониам может быть написан в терминах его параметров g1, g2, gm. Если мы напишем уравнение реворм-группы в виде дж под дзита равняется f от g и f от дзита со звёздочкой равняется мулю. Дзита со звёздочкой – это фиксированная точка. И разлагая вблизи фиксированные точки, мы получим систему линейных уравнений. Дгамма по дзита равняется к на гамма. К – это линейная матрица, которая имеет собственные значения дельта и тая. И эти значения дельта и тая и являются теми самыми масштабными размерностями, величим гамма. То есть мы приходим как раз к масштабной инвариантности и к универсальности, потому что у нас всё определяется лишь структурой гамминтониана и размерностью пространства. Вот, собственно, это такое доказательство. Но дальше, собственно, после этого возникает вопрос, как же нам, зная вот это всё, почти критические индексы, и оказывается, что, конечно, в общем случае это делать довольно сложно, но это можно и сделать вблизи четвёртвмерного пространства. И вот работа Винсона и Фишера называется «Критические экспоненты в размерности 3.99». Вот так она называется. На самом деле они вычисляются для размерности d равняется 4 минус ε, где ε мало, и это называется ε разложение. Если мы дальше будем считать всё для малых ε, то мы можем проделать, все вычислить до конца. Вот здесь просто это нарисован. Если мы стартуем с гамминтониана Ландау, где поле уже сглажено, то регулируется свободный гамминтониан. Это очень просто. Вот здесь описан этот результат, и в этой точке просто гамминтониан не будет меняться. Если мы выберем параметр z от λ, это фактор изменения поля φ, как λ в степени минус d пополам делить на 2, а τ0 переходит в τ0' равняется λ минус 2 на τ0. Поэтому размерность величины τ для свободного гамминтониан равняется 2. Для общего случая же можно получить уравнение реворм-группы, но полагая, что у нас имеется малое ε, равное 4 минус d гораздо меньше единицы, и g гораздо меньше единицы. Вот это и есть, собственно, достижение Винсер-Мейн Фишерс. Они поняли, что надо работать в близи четырехмерного пространства. Тогда получается нетривиальная фиксированная точка. То есть если у нас ε равняется 0 в четырехмерном пространстве, то, что делали Лар и Рахмельницкой, у нас уже равняется 0. А если у нас ε не 0, то получается нетривиальная фиксированная точка g со звёздочкой равная 2π квадрат на 9 умноженное на ε. И вблизи этой фиксированной точке, собственно, и происходит фазовый переход в пространстве размерности d равная 4 минус ε. Вот полагая теперь g равная 2π квадрат на 9, в уравнении для τ, можно найти размерность величины τ в неподвижной фиксированной точке, дельта τ равняется 2 минус ε на 3, отсюда найти размерность ν из-за традиционного радиуса, а дальше найти размерность α, это индекс теплоёмкости ε на 6. Мы также делаем дальнейшие вычисления для других индексов и даже для других порядков, допустим, до ε квадрат. Вот результаты, которые были получены Вильсомом уже с точностью до ε квадрата. И вывод такой, что физические индексы в этой модели зависят только от размерности пространства d, ну, в частности, тоже и от числа компонентов параметров порядка n, как мы с вами говорили. Размерность пространства d равняется 4, и является верхней физической размерностью и может быть взята в качестве исходного молевого приближения для развития теории возмущений, то есть ε-разложения с математическим непрерывным переходом к пространству меньшей размерности d равняю 4 минус ε. Первые члены ε-разложения вот здесь написаны, и мы видим, что действительно малые индексы α профициональны ε, а индекс это профициональны даже ε-квадрату. Поэтому они действительно малы, а индексы β, δ, γ и ν начинаются с констант. Одна вторая, три, один половина. Поэтому было неплохое приближение, когда мы полагали α и это равное 0, но, собственно, вот метр-реворгруппы нам позволил, или Вильсову позволил посчитать индексы α. И это точно, вот с точки зрения 2-го порядка, и даже с точки зрения 3-го порядка, там в их статье написано. А экстраполяция в случае трёхмерного пространства d равная 3 происходит при значении ε равная 1. Но, конечно, это не натяжение, мы заработали при ε гораздо меньше единицы, но, тем не менее, если в этих формулах положить ε равное 1, то в силу того, что здесь коэффициенты довольно быстро спадают, меньше m плюс 8, здесь тридцать в кубе и так далее, то получаются достаточно неплохие результаты. Ну, к тому же, можно делать также и следующие поправки. Следующие поправки. Ну, вот, собственно, некие итоги я заканчиваю. Мы немножко позже начали, поэтому я, значит, тут осталось уже нам совсем чуть-чуть. Метод реворм-группы. Итоги. Вот в прошлом году, в 21-м году работа М. Кемата Вильсова, открывшем новый путь в исследовании критических явлений и фазовых переходов, связанный с реворм-группой, исполнен в 50 лет. Метод реворм-группы дал возможность впоследствии объяснить масштабную инвариантность и универсальность критических явлений и описать критическое проведение большого числа физических величин. Далее, наряду с аналитическим полуколичественным описанием критических явлений в трёхмерном пространстве, связанном с развитием эпицинового приближения, на базе метода реворм-группы удалось развить мощные численные методы, особенно связанные с методом Монте-Карло, которые позволили рассчитать с высокой точностью критические индексы, универсальное значение констант связи и скейлинговые функции, входящие в уравнение состояния для трёхмерных систем с различной симметрией. А также методами реворм-группы исследованы системы с нетривиальными видами упредненчения и предсказаны новые фрукционные эффекты типа фрукционной изотропизации, фрукционной неустойчивости переходов второго рода. Собственно, я не могу не упомянуть здесь альтернативные подходы к проблемам критических явлений. И, собственно, в те же самые годы, в конце 60-х годов, большую активность в теории фазовых переходов имели два наших советских физика, Александр Аркадьевич Мигдал и Александр Баркович Поляков. Поляков, кстати, является тоже призёром, так сказать, премии Ларса Ангсакера, заводующейся в склад в физическую физику и особенно за значительные идеи, которые были видны, касающиеся как формулы теории поля и решаемых моделей и статус механики в двух измерениях совместно с Диланевым и Замолодчиковым. А вот, значит, что пишет Мобильс и лекции сам Хэммет Вильсом. В конце 60-х годов Мигдал и Поляков развили бусербную формулиров о критических явлений, основанную на разложении по скелетным диаграммам Феймана, в которые все параметры, включая и сам параметр разложения, должны были определяться самосогласованно. Они не смогли решить бусербное уравнение ввиду их сложности, хотя после того, как эпсилограмм разложение было открыто, Маг показал, что бусерб можно решить в первых порядках по эпсилу. Если бы не были развиты идеи кривом группы в 71-м году, их бусерб остался бы наиболее перспективным подходом для дальнейшего понимания критических явлений. Ну вот, собственно, приложение методов кривом группы сегодня это фазовые переходы и критические явления, самоподобные фрактальные системы, хаос и турбулентность, физика полимеров и больших молекул, теория протекания, собственно, квактовая теория поля и физика элементарных частиц. Много книжек изданных на эту тему, все невозможно перечислить, особенно на английском языке. Вот парочка здесь есть, вот масштабная инвариантность отвазовых переходов к турбулентности или введения в любом ремонтных методов ремонтных методов ремонтных методов в физике. Также, вот, я не могу отметить вот такую вещь, что методы и идея ремонтных группы используются также и в анализе эпидемии, в частности, эпидемии COVID-19. Вот пара статей, касающихся использования методов ремонтных группы пандемии, вот, ремонализация группы approach to pandemics the COVID-19 case или interplay of social distancing and body restrictions the пандемии через эпидемическую ремонтную группу. Ну, подход основанный на этом. Ну, дело связано с тем, что, на самом деле, распространение эпидемии описывается уравнениями, очень похожими на уравнения геллмонологу в теории ремонтных группы. И эта задача тоже задача многих эквивалентных масштабов, потому что мы можем, собственно, рассматривать масштаб, допустим, там, я не знаю, там, квартиры, потом дома, района, города, страны и так далее и смотреть, как у нас меняется зараженность в зависимости от тех масштабов, на которых мы смотрим вот эту самую пандемию. Поэтому идеи ремонт группы, они оказываются полезными вот и для, значит, таких задач тоже. Ну, вот это, значит, книги классические, значит, по ремонт группе. Это книга самого Вильсона и его Аспиранта Кобута, ремонт группы и Эпсилен разложения Диастина, фазные переходы и прямом группе, а также вот единственное и очень, вот, кто заинтересуется этой, значит, тематикой, я, я очень рекомендую книгу Паташинского и Покровского «Фруксессионная теория фазовых переходов», вот где, собственно, все идеи, которые мы с вами сегодня обсуждали, ну, собственно, начиная с самого начала и кончая вот работами Вильсона, они все написаны, ну, очень хорошо, я бы так сказал. Ну, и, собственно, на этом спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok